Срочное включение! Только что вышел пост с новым промокодом. Залетаем в игру, использую промо и через час игры получу ровно 100 тысяч и 10 опыта. Не забывайте, кстати, вводить промо-мейлмайк, за который получите гелик, 30 тысяч, випку на неделю, а также еще и скид. И вот прошло, значит, с этого момента чуть больше двух недель. И использовал я еще один, значит, промокод, который давал нам М5-ю АСКО на какое-то количество дней. Появился я на вокзале, кто тоже иногда по ошибке выбирает не тот спаун, тот поймет. Перезаходить и спавниться в доме уже лень, давно не катался на скутере, аренда у меня из-за левела уже 11 тысяч. И да, ребят, я не так часто катаюсь на мотиках, поэтому у меня стоит управление на кнопки, так как на тачке на них мне гораздо удобнее, чем на колесе. А на мотиках не спорю, лучше управление на кружке на колесе, так можно на мотиках очень хорошо разгоняться и держать скорость. Заезжаю я до банка, ведь у меня вот-вот просрочится оплата дома и бизнеса, это уже опасненько. Быстро все оплачиваю и давно мы с вами уже не чекали наш бизнес. На скутере долетаем до авторынка, по прибыли за 10 дней тут все как всегда отлично. А вот кассу бизнеса давно мы не трогали и тут 10 с половиной лямов. Вот это я понимаю подгончик и этот бизнес я уже считаю, что он сам полностью себя окупил. На балансе у нас почти 40 миллионов, покопался в товарах, поздоровался с подписчиком и вот-вот уже должны быть контейнеры. Сразу же здесь начинается у Эл Майка попрошайничество денег и никого не смущает то, что я на аккаунте пути бомжа. Благо у меня в инвентаре завалялись скины бомжей, вот так-то лучше. Хоть глаз никому мозолить теперь не буду своим шейхом. Приходит Payday, получаю за промокод временную тачку и здравствуйте контейнеры. Нацелен я пока что открывать контейнеры только Копарт, потому что сами видели предыдущий ролик, где мне сыпало с них очень-очень даже хорошо. А кто не видел, идите и посмотрите. В общем бегаю туда-сюда, ставлю уже если честно на все подряд и к тому же стараюсь придерживаться адекватных всяких-то сумм. Борюсь за Копарт и смысла уже короче не вижу бегать по ним туда-сюда. Нужно просто подождать до 9 минуты и вот тогда уже что-то и можно ставить. По итогу меня конечно же везде перебили и до завершения торгов Копарта остались считанные секунды. А ставка тут уже как бы 4,1 кк. Я подготовил 5 лямов и на последней секунде делаю ставочку и забираю конт. И пожалуйста, хоть бы не говно, хоть бы не говно. Фууу, хотя бы так. Я все равно конечно же в минусе, но не в таком каком мог бы быть. Во втором копорте у чела выпало и того хуже, вот такая Мазда. И этот конд вроде открыли вообще за 6 кк. Сочувствуем и перемещаемся в наш дом. Ну что ж, Скайлайн, приветик. Госко у него 4 миллиона, а слить сразу можно за 3 ляма. Это 100% должна быть ликвидная тачка. Ну потому что, во-первых, это легенда, а во-вторых, она очень хорошо управляется и едет. Максимальная скорость здесь 298 км в час. Поэтому я предлагаю лучше продать ее на рынке. Но перед этим погнали в СТО. Хотя бы поменяем цвет на вот такой вот синий. И достаточно. Еду на авторынок, по пути ловлю камеру и блин, совсем забыл про то, что у нас теперь при 30к штрафов аннулируются права. Быстренько меняем курс на полицию Арзамаса. Тут оплачиваю штрафы на почти 13к. Ну и что ж, давайте попробуем выбить номера. Листаю 3 раза и... Воу, 3 четверки. Вот такое у меня впервые. Чтобы так быстро трехзначные номера выпали, прям красота. Скайлайн теперь выглядит еще лучше. Теперь уже можно и на рыноче. По цене выставляю за 4,2 кк. И за считанные секунды у меня его берут и покупают. Эм, что? Типа, я сейчас лоханулся или что? Я мог, наверное, был его продать и за 5 и, возможно, за 6 ляма. А я выставил, считай, ее за госцену. На 200к дороже 4,2. Да уж, за всем не уследить. Ну да ладно. В минусе мы с этого контейнера на 800 тысяч получается. Кстати, по поводу тачек с промокода. Первую мне сразу же дали на 52 дня. А вторую после часа игры аж на 179 дней. На полгода. Щедра, щедра, считай, во владении. Я уже на нее, значит, делал обзор. Тачка очень классная, годная. Максимальная скорость в стоке здесь 30-30 км в час. И самый-самый огромный минус тут в том, что не то, что мы ее не можем там продать. Это как бы все понятно, так как она временная. Но и в СТО мы заехать не можем. Даже поменять цвет. Это прям печаль беда. Так как в белом цвете она и с таким цветом дисков прям вообще не кайф. Но опять же, да ладно. Дареному коню в зубы не смотрят. Вот, смотрите, бургер на заправке заправляется. А я сейчас нахожусь в Южном. Все потому, что в GPS, в развлечениях у нас появилась букмекерская контора. Значит, под шумом. О которой в обнове не было сказано ни слова. Это государственный бизнес. Находится вот тут на карте. И называется Punch Bad Sport Bar. Заходим внутрь. И тут не пустой интерьер. А заполнен еще и людьми. И тут мы можем делать ставки на спорт. Это по типу, что у нас был 1х. Но интерьер мое почтение. Сделано круто. За любой стойкой мы можем войти в меню. А также еще и в планшете. Как раньше, можно зайти сюда также дистанционно. Смысл тогда этого места непонятно. Тут есть лайф или лайн. Можем делать ставки на футбол, хоккей. Сразу же также есть быстрые матчи. Ну и сам профиль. В котором пишется, что я проиграл тут 1 миллиард. Которого у меня тут даже еще и никогда и не было. Пытаюсь поставить 500 тысяч на команду. С хорошим большим коэффициентом. Но мне пишет, что у меня нет этих беткоинов сраных. Бегаю тут по конторе, по каждым углам. Мало ли, может быть какая-то касса тут есть. Но нет, обменников этих никаких нету. Я поехал даже в банк. Мало ли, тут можно их покупать. Но тоже нет. Видимо, это просто баг. И еще не сделали покупку этих коинов, как казино. Тоже самая там система. Поэтому, видимо, в обнове про эту контору и не упомянули. Именно в ней, я прям уверен, мы сможем потом покупать эти беткоины, обменивать. Для этого это здание по-любому и сделали. Встречаю здесь еще игрока и на всякий случай спрашиваю у него, делал ли он здесь ставку. Но он молчал-молчал и оффнулся. Короче, ладно. Прыгаю в М5 и погнали на конты. По дороге встречаю новые везде билборды. Чемпион кассина промокод Гранд. По контейнерам тут есть два Дубая, один Коппорт и Дубай я вообще трогать не хочу. Сыпет прям один шлак, как лично мне так не везет. Ставлю пока на Трансград небольшую сумму, меня перебивают, ну и фиг с ней. Дожидаюсь девятой минуты, подбегаю к Коппорту и на секундах перебиваю на 3,7 миллиона. Выпадает мне Субару Импреза. Да уж, не всегда будет везти, нужно об этом помнить всегда. Субтитры сделал DimaTorzok